Здравствуйте дорогие друзья! С вами, как всегда, Артём Ющенко с сайта mstream.ru В этом видео мы немножко с вами поговорим о вентиляторах для компьютера для нашего системного блока и поговорим с вами о кулерах непосредственно. То есть кулер это радиатор плюс вентилятор. Итак, поехали рассматривать с вами этот вопрос. Сейчас перед вами здесь вот есть два кулера, это компания Skys. Значит, какие бывают кулеры вообще? Соответственно, в данном случае это кулер для процессора, а точнее, какие бывают радиаторы, потому что один из важнейших параметров это радиатор. Вентилятор, конечно же, тоже важен, но начнём мы с рассмотрения вентилятора. Здесь мы видим, что в данном случае, давайте этот тоже подниму, в данном случае мы видим, что структура такова, здесь вентилятор, непосредственно основной радиатор, и он соединяется теплопроводными трубками с основой. Основа, соответственно, отводит тепло от процессора в данном случае по тепловым трубкам. Далее, тепло рассеивается на радиаторе за счёт того, что он вот такой вот пластинчатый. Соответственно, чем больше рёбер, тем больше площадь радиатора. Соответственно, больше площадь радиатора, больше рассеивание тепла происходит на единицу площади. Вентилятор уже, в свою очередь, отводит этот горячий воздух. Так вот, есть ещё более простая конструкция, вы, наверное, я думаю, видели. Это просто обычный радиатор, очень простой конструкции, рёберный вот такой, который цепляется либо на клипсах, вот таких вот, как вот здесь, либо закручивается на шурупах к материнской плате, в этом случае там с помощью дополнительной планки, которая под материнскую плату подкладывается, всё это прикручивается. Так вот, те радиаторы, они достаточно просты и могут охлаждать они процессор на стандартных его частотах, то есть на заводских. И то не всегда даже эффективно на самом деле. Поэтому я всегда рекомендую купить кулер на основе тепловых трубок. Это будет намного эффективнее. Тем более ценовой диапазон разный, поэтому здесь проблем никаких сейчас это не составляет. Здесь вот, например, две тепловых трубки идёт, здесь на этом варианте три тепловых трубки, вентилятора здесь нету. Плюс, значит, на что ещё следует обратить внимание, кроме как на сам радиатор. Радиатор должен быть достаточно массивным, но, конечно, он должен влазить в ваш корпус, потому что всё-таки вы вставляете его именно в свой системный блок. Далее, у него должны быть тепловые трубки, лучше, если их будет, конечно, больше двух. Здесь вот всего две. Далее, радиатор. Ой, извиняюсь, вентилятор. Про радиатор я уже сказал. Вентилятор. Вентилятор тоже очень важная составляющая кулера. От его производительности зависит непосредственно тоже охлаждающая способность, потому что он отводит тепло, участвует в этом процессе. Соответственно, вентилятор различается по количеству лопастей, вот этих, по своему диаметру и по ширине рамки. Здесь вот ширина рамки достаточно такая большая. И ещё один важный параметр – это тип подшипника. Соответственно, различают в основном в компьютерной технике, в компьютерных вентиляторах применяются два вида подшипника. Это подшипник скольжения и качения. Соответственно, как правило, в корпусах наших системных блоков довольно-таки экстремальные температуры, это выше 40 градусов в закрытом корпусе, то, соответственно, какой подшипник здесь выбрать? Сразу скажу, что подшипник качения более долговечный будет в режимах экстремальных температур, но он более шумноват. Соответственно, подшипник качения будет менее шумен, но время непосредственно эксплуатации вентилятора будет снижено. Поэтому тут уже на ваше усмотрение. Какой подшипник брать? Ну, я бы, наверное, всё-таки взял скольжение. Несмотря на более шумность, зато он более долговечен. Тем более, если вентилятор брать более большого диаметра, то чем больше вентилятор, как правило, тем он менее шумен. Потому что ему нужно работать на более низких оборотах, а воздушный поток он будет обеспечивать больше. Вот здесь вот передо мной лежат вентиляторы, вот такие вот. Также вентиляторы ещё делятся по непосредственно способу подключения. Здесь вот 4-пиновый вот такой разъём. Соответственно, этот разъём, что позволяет сделать? Он позволяет материнское платье регулировать обороты такого вентилятора. Есть также 3-пиновый разъём без регуляторов получается оборотов. И даже ещё и встречается вот такой вот 2-пиновый вариант вентилятора. И, соответственно, вы уже смотрите под свой разъём. Ну, если говорить о кулерах на процессор, именно, а не просто о корпусных вентиляторах, то выбирайте, конечно же, кулер с 4-пиновым разъёмом. Вот. Ну, здесь вот трёшки в данном случае, 3-пиновые. Ну, вентиляторы малошумные, поэтому, в принципе, здесь уже индивидуально всё смотрится. Вот так вот выглядят вентиляторы. Это очень простой вариант вентилятора. Вот это уже более такой интересный вариант. Более, соответственно, больше диаметра вентилятора. Рамка по толщине примерно такая же. То есть, от рамки тоже так же зависит производительность вентилятора. Чем она шире, тем более высокая производительность. То есть, продуваемость воздуха лопастями вентилятора. Вот, в принципе, всё, что я, наверное, хотел в этом коротеньком видео рассказать. В общем, выбирайте кулер с наиболее массивным таким радиатором, который, конечно, опять же, влезет к вам в корпус. Смотрите, чтобы вентилятор был малошумен. Желательно, чтобы он был 4-пиновым, чтобы можно было регулировать его обороты. И чтобы, соответственно, на радиаторе были использовались тепловые трубки для отведения тепла. Это, конечно, далеко не все параметры, на которые следует обращать внимание, но основные. Ну, также ещё, соответственно, материал подложки. Из чего непосредственно сделана сама подложка кулера, которая соприкасается непосредственно с элементом, от которого отводится тепло. Поэтому, если у вас... Она может быть, например, алюминиевая, медная, и так далее, и так далее. Соответственно, задавайте свои вопросы в комментариях. Я на них постараюсь ответить. С вами был Артём Ющенко, сайт mstream.ru. Подписывайтесь на мой канал на YouTube, ставьте палец вверх. Также заходите на сайт, читайте статьи, подписывайтесь на рассылку там. И удачного!